Здесь, в Доме культуры села Хобот-Богоевленская, работают два необычных человека. Это братья Бучневы. Известны они в округе тем, что поют шансон. Наверное, это единственное шансонье в нашей области. Ну а кроме этого, сейчас они активно помогают нашим военным в зоне спецоперации. Эту песню Леонид и Юрий Бучневы написали почти 30 лет назад. И в Первомайском районе ее зовут неофициальным гимном Тамбова. У братьев небольшой бизнес в селе и одновременно работа худруками в местном Доме культуры. В юности занимались музыкой. Несколько лет назад они взялись за творчество всерьез. Сейчас в их репертуаре минимум четыре десятка только собственных песен. Поют разные композиции, но шансон среди них – любимое направление. Попробовали мы попсу, она у нас не пошла. Посоветовали шансон. Ну, поем шансон. Ну и самих затянуло. Нравится. Я правильно понимаю, вы же сами сочиняете песни и музыку накладываете, да? Своих песен много до этого времени появилось? 40-42, наверное. Ну там в стихах еще очень много. Братьев Бучневы хорошо знают в районе. Они часто выступают на праздниках. Осенью прошлого года, еще до начала частичной мобилизации, Леонид и Юрий подключились к сбору гуманитарной помощи для наших военных. Я не знаю, какая должна быть причина не помогать. Наши ребята там воюют. Причем здесь государство? Они воюют, наши друзья. Мне этого достаточно, чтобы помогать. Здание, в котором работают братья Бучневы, 10 лет назад было в запущенном состоянии, пока в ДК не пришла работать мать Леонида и Юрия. Буквально за несколько месяцев женщина, уже будучи на пенсии, совершила невозможное. В большое двухэтажное здание пустили горячую воду, а затем и газовое отопление. Провели ремонт. А еще в одно из помещений перенесли школьные стенды еще 80-х годов, на которых рассказ о подвиге земельков в годы Великой Отечественной войны. Теперь это место – центр культурной жизни всей округи. Пять лет здесь проходили мероприятия и Мичуринский район, и Тамбовская область, и Старо-Юрьевский. Здесь побывали много детей. Всегда смотрят так с охоты. Мы вспоминаем, мы вот даже в годах уже вспоминаем то время, ну, как бы вам сказать. Наглядно, да? Да, да, да. Леонид и Юрий, по сути, выросли в этой культурной среде, которая заложила в их сердце любовь к родному краю, ее истории и тем, кто ковал Великую Победу 80 лет назад. Они помогают фронту деньгами, вещами и своими песнями не потому, что так надо, а просто по зову сердца. Иначе эти люди просто не могут. Дмитрий Шапкин, Илья Тырса, Ольга Кирилова. Область новостей.